Всем привет, с вами Юмилия, я уже очень давно не смотрела видосы с канала Настик, многие про неё как раз-таки пишут, типа, почему ты про неё забыла, и я с вами согласна, не знаю сама даже почему, поэтому давайте посмотрим её видос, мои детские страхи, может быть я сама что-нибудь о себе вспомню и расскажу вам. Поехали! Мои детские страхи Привет, я Настик Привет У тебя, наверное, тоже есть какие-то страхи, ближе к концу ролика У меня вопрос, откуда столько кнопок? Я буду рассказывать о том, чего боюсь больше всего, а ты пиши, какие страхи у нас совпадают Я боюсь своего кота, он хочет меня убить, прям как Сигра Убрайна Вы заметили, нам наконец-то пришла золотая кнопка за миллион подписчиков, только висит она у меня не над камином, как здесь, а над моим рабочим местом Офигеть У нас такие же обои, как у неё, посмотри А, ну, не прям такие же, но на процентов 80 похоже Боясь сцены Наверное, это страх есть у каждого Каждый раз, когда я оказывалась на сцене, у меня немело всё тело Я боялась, что могу сказать что-то не так, начну заикаться В итоге от моей паники становилось только хуже А когда нужно было станцевать что-то на сцене, мои руки и ноги вообще переставали слушаться Кстати, если Ютуб и почти вылечил мою боязнь сцены, то ознакомиться с людьми в реальности мне до сих пор Ну с такими-то людьми, я бы даже сказала, экстраординарными всегда страшно знакомиться, потому что ты не знаешь, чего от них ожидать Общественный транспорт Когда мне было лет пять, мама возила нас с сестрой в гости И ехали мы ими с папой на троллейбусе Моей сестре было два года И её носили на ручках А я была на втором плане Когда мы подъехали к нашей остановке, мама задумалась и чуть её не пропустила Поэтому выбежала из троллейбуса как-то резко Я побежала за ней, но двери захлопнулись прямо перед моим носом И троллейбус поехал дальше В этот вечер была сырая холодная погода, что только накаляло мой ужас Я так громко разрыдалась, что троллейбус остановили, и я выбежала И побежала навстречу маме, которая догоняла троллейбус с мелкой на руках С тех пор у меня развилась фобия проехать свою остановку Но лет в четырнадцать я ехала к маме в Дагамы сработать Уснула в автобусе А проснулась в Сочи А денег на обратную дорогу Неплохо Рогу у меня не было Я уже представила Прямо как бесконечная лепа Я была себе как бомжую где-нибудь под пальмой на берегу моря Неплохо так Но мама договорилась с водителем, что заплатит, когда я доеду И после этого я как-то перестала бояться ездить одна Лестница Страх лестниц у меня тоже с детства Но он был не таким сильным до падения Мы с двоюродным братом очень часто играли у бабушки И прятали конфеты от малых Но в старой печке они их находили Поэтому мы решили прятать конфеты На чердаке Забраться туда можно было Вроде такие безобидные истории, но такие вставки криповые немного Только по деревянной лестнице Которая никак не закреплена Эта лестница была для нас как медом намазана А на чердаке было много интересного хлама И мы частенько тусили там Однажды я в одиночку решила туда полезть Но чердак был закрыт А лестница стояла как-то криво Но я же без мозга Поэтому полезла открывать чердак Она с таким блеском в глазах это сказала Так, а лестница поехала Поехала на Мальдивы, потому что устала от вот этого вот всего Но она не доехала, потому что застряла А можно мне так, пожалуйста, на Мальдивы? Как эта лестница? И я застряла на ней Мы обе застряли Было страшно спускаться, потому что лестница могла сорваться Сорваться и пойти в холодильник и сожрать тортик среди ночи, да Нет, я где-то час сидела на лестнице и ждала, пока закончится Санта-Барбара по телеку И меня кто-нибудь, бабушка, услышит и спасет Но я боюсь лестниц не только после этого случая Мне приходилось почти каждый день забираться на алюминиевую стремянку Например Я помню, она уже рассказывала историю однажды про травму свою Там тоже была она связана с лестницей Чтобы оформить витрину в магазине Это стрёмное чувство, когда собираешься на самую верхнюю ступеньку Ноги трясутся Лестница шатается Ноги ещё больше трясутся Снимите меня отсюда Но зато лиса не шатались На из них я умудрилась упасть А, вот я бы... Это лиса, блин Очень страшно Иди ко мне Кстати, о лестницах в подъезде Всё моё детство мы жили на четвёртом этаже В доме без лифта Так что со ступеньками у меня тоже были стычки В виде подвёрнутых ног После попытки прыгнуть через весь пролёт Огромные шишки на лбу Когда я шла за школой, а света не было Пришлось выйти не в дверь, а лбом в перила Но самое жуткое Что мне часто снятся сны Что лестница обрушилась И я не могу добраться домой А фобия подъездов у меня стихла После того, как появилась собака Когда она рядом, ко мне никто не подходит Какая прическа прикольная Если хочешь вторую часть С моими более сильными страхами С тебя лайк Если хотите ещё видеть мои реакции на Настю Кто с вас лайк Вот Шишка выглядит как гнойник Кстати, я тоже обратила на это внимание Но видос прикольный У неё классная атмосфера Она интересная ещё истории рассказывает Я даже не знаю, почему перестала делать на неё реакции Просто если вы заметили То в какой-то момент У меня вообще стало мало роликов на канале выходить И думаю, с этим-то всё и связано Я больше начала делать реакции на тех На кого постоянно прям делала раньше И постоянно на кого бы просили А про Настик, например, я забыла Потому что у меня есть часть аудитории, которая её любит А другая часть аудитории даже не знает, кто она И они не просят поэтому на неё реакции И как-то так вот всё и получилось Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!